Многоэтажку по адресу Коммунальная 72А начали строить еще в 2014-м, а уже в 2015-м строительство заморозили. В феврале прошлого года объект перешел к новому подрядчику. Долгострой должен быть введен в срок до конца этого года. Строительство оценили в 340 миллионов рублей. За сроками и качеством работ был установлен жесткий контроль властей региона. Этот дом практически пришлось построить новым, потому что те технические решения, та стройка, которая была, надо было все разобрать и по новому строить. Мы успешно реализованы программой, у нас практически не остается с вами проблем с дольщиками. Второй проблемный объект – это известный дом на улице Киквидзе. Еще одно важное достижение органов исполнительной власти региона состоит в том, что по объекту Киквидзе-77Б было принято решение именно о достройке дома, а не о выплате компенсации собственникам жилья. В противном же случае замороженная стройплощадка так и оставалась бы прямо посередине спального квартала. Такое решение особенно важно, потому что все квартиры-многоэтажки были проданы, как и нежилые помещения на первом этаже. Дольщики вложились в строительство практически 10 лет назад. Дом начал строиться в апреле 2014 года. Первоначальный срок ввода был запранирован на июнь 2016. Но, к сожалению, 7 лет здесь строительные работы не велись. Достаточно сложная была история с началом работы. Но мы ожидаем, что в этом году у нас будет 239 счастливых новоселов. Договор с подрядной организацией заключили в конце прошлого года. Строители вышли на объект уже в феврале 2023-го. На тот момент из планируемых 10 этажей было построено лишь 5. Предварительно проект достройки дома согласовала экспертиза. Мы это все согласно проекту делаем, исправляем. Конструктивно этот объект, он как бы находится в хорошем состоянии. И какие были недочеты, мы их исправили. Убрали там несколько рядов кладки, отремонтировали плиты перекрытия замерзшие. И, в принципе, конструктивные способности он будет нести дальше, как и новый дом. Ход выполнения работ на личном контроле держит глава региона Максим Егоров. Долгостроенная Киквидзе планирует сдать в эксплуатацию до конца 2023-го года. На эти цели направили без малого 550 миллионов рублей. Павел Юрасов, Александр Чекмарёв, Александр Кобзарёв. Область новостей.